здравствуйте друзья здесь демитков юрий продолжаю рассказывать вам с текущей ситуации вы знаете уже что все рынки лихорадит сейчас и недавно мы пережили резкое падение которое связывают с коронавирусом потому что все фабрики остановились в китае как говорят ну и в общем сказать я считаю что честно говоря просто был рынок перегрет и акции непрерывно росли мы уже к этому привыкли многие привыкли но в общем сказать ну так не бывает чтобы акции постоянно растут и все факторы которые вели к росту акции они уже были отработаны но акции продолжали расти ну в общем это когда-то должно было просто закончится и заканчивается это всегда обычно примерно одинаково то есть очень резким обвалом что и случилось вот совсем недавно посмотрите вот сейчас вы видите на графике поведение индекса s&p 500 это индекс всех акций американских и кажется что они обвалились вообще ниже некуда на самом деле это падение всего 15 процентов от максимальных значений вот что этот вот такое это было падение но при этом все в ужасе и это повлекло за собой конечно же падение и российского фондового рынка и российские акции упали и многие люди говорят модельный портфель упал там на 9 процентов многие люди у меня спрашивают что делать что делать что делать но на самом деле я об этом регулярно рассказывал но никто не слушал то есть я рассказывал про ноты говорят вот но ты это такое занудство а что такое но ты смотрите но то это продукт который дает доход ну там 20 процентов бывает там бывает другой процент доходности но при падении даже тех акций которые в него входят ну скажем там есть определенный барьер ну скажем 15 процентов когда я рассказывал про ноту номер 1 2 3 там барьер 15 процентов и вот сейчас открытие брокер выпустила обалденно интересную ноту просто вот мне очень понравилось единственный у нее недостаток есть сейчас я не скажу это но то на акции нестольких компаний консервативная отзывная нота глобальные гиганты вот как она называется сейчас вы ее видите вот для кого этот продукт для инвесторов рассчитывающих получить высокий купонный доход в евро или в долларах сша то есть это валютная нота это хорошо для инвесторов предпочитающих текущий доход участием в росте рынков да то есть там есть хорошая доходность очень хорошая доходность сейчас мы это увидим и в общем то не важно что акции падают или растут вот вот так для инвесторов не ожидающих значительного 30 процентов и более снижение акций крупнейших мировых гигантов на горизонте трех лет что это значит а это значит что вот мы сейчас уже грохнулись вниз будет кризис или нет все гадают и многие говорят что в общем сказать будет кризис и я вам честно скажу вероятность кризиса сейчас значительно повысилась ну прежде всего потому что кризис и весь циклическая они давно не происходили это первое и второе что ну в общем вот этот вот коронавирус почему-то в сми панику развели хотя мне кажется это но ничуть не более опасен чем обычный гриб потому что мы пережили уже и птичий гриб и свиной гриб помните да примерно такая же паника была с примерно такими же результатами я не понимаю почему в этом году такая истерика больше чем когда был свиной гриб я этого честно говоря не понимаю но истерика существует фабрики закрываются и народ в ужасе и и все это влечет за собой но приостановку производства отмену рейсов отмену концертов отмену много чего и естественно при этом экономика не может не падать не могут не падать доходы акции и акции начинают падать и они уже упали так вот если вот но то вот когда она открывается то фиксируется текущая ситуация с этими активами которые туда входят то есть активы уже упали там на 10-15 процентов и если даже если они упадут еще на 30 процентов то туда же в этом случае мы будем получать высокую доходность понимаете и ничего не потеряем валюта доллара сша срок три года то есть ну за три года по всякому кризис мы переживем до пяти процентов годовых в евро это вообще не слыханно для валюты евро потому что там доходности обычно 0 1 процент сейчас в евро потому что ключевая ставка по евро она уже там то ли нулевая то ли отрицательная 6 половиной процентов годовых в долларах то есть смотрите доллар вырастет и к рублю да еще и в долларах вы заработаете но это очень-очень здорово еще один кайф купон гарантирован то есть неважно насколько акции упали купон вам гарантирован ежеквартальные наблюдения то есть раз в три месяца вам выплачивается одна четверть от годового купона барьер отзыва снижается на 2 2 с половиной процентов квартал что это значит это значит что барьер отзыва снижается и ну вот этот кайф может когда то прекратиться раньше чем через три года скорее всего это произойдет то есть если ситуация улучшится то но то закрывается вы получаете очередной купон и вообще все купоны которые были вам положены и вы возвращаете все свои денежки условная защита от снижения цены базовых активов на 30 процентов то есть если активы упали на 30 процентов то вы вообще искать ну как бы возвращаете все свои деньги и еще один кайф в этой ноте там есть зашит гирот пуд это просто супер дождь даже если они упали не на ну как бы больше чем на 30 процентов на 31 процентов все равно практически ничего не потеряете вот в отличие от обычной ноты где вы теряете в общем-то 30 процентов отложенных капиталов вот отзывная нота да какой минус для квалифицированных инвесторов вот так вот смотрите два варианта доллары и евро первый срок три года валюта евро купон четыре с половиной тире пять процентов годовых почему потому что но то еще не запущена она будет запущена только на следующей неделе поэтому надо поторопиться и тогда мы получаем ее по сто процентов от номинала купонный барьер отсутствует то есть купон гарантирован неважно насколько они упали вы будете получать купон соответствующий каждый квартал ну четверть и того купона который будет зафиксирован на момент открытия продукта барьер отзыва сто процентов с понижением на два с половиной процентов квартал то есть два с половиной процента умножаем на четыре квартала получается 10 процентов в год снижается барьер отзыва то есть смотреть ну ну это вообще фантастика минимальная сумма инвестирования 10 тысяч евро а что вы хотели площадка оформления фондовый рынок глобал на глобальный фондовый рынок по этому по этому требуется статус квалифицированного инвестора и так как это фондовый рынок глобальный то эмитент данного продукта считается ну как считается является один из крупнейших инвестиционных банков европы ну это либо коммерц банк либо швейцарский банк либо на тексис французский один из крупнейших банков вот что это такое теперь давайте посмотрим что же туда входит потому что но кто-то может сказать что там входят неважнецкие компании вот посмотрите компания microsoft я думаю что вы слышали про такую компанию одна из крупнейших в мире компания intel компания apple компания google и компания boeing ну наверное слабое звено вы скажете компания boeing да компания boeing сейчас она это пережила глобальнейшее падение больше всех из всех этих компаний и поэтому скорее всего ну многие аналитики по крайней мере рекомендуют вообще инвестировать сейчас в boeing потому что он находится на самых лучших условиях а ну boeing не может просто ну просто все говорят что он не может типа обанкротиться потому что ну в крайнем случае его выкупит американское государство потому что это будет крах всего вот а и еще да второй вариант это на три года в долларах сша 6-6 половиной процента годовых купонный барьер отсутствует барьер отзыва вот такой сто процентов понижается на два процента в квартал в отличие от евро где где два с половиной да да защитный барьер с гирпут это вот вообще кайф я об этом рассказывал я сейчас не буду рассказывать я подробно рассказал что такое гирпут у меня есть соответствующее видео ссылку на него я постараюсь поместить в конце данного видео вот фондовый рынок глобал то же самое ну и дальше идет оценочка базовых активов ну microsoft вы знаете что такое наверняка почти вы смотрите меня если на компьютере то у вас стоит windows 10 это продукт компании microsoft номинированная динамика microsoft и индекса нормированная индексы s&p 500 посмотрите акции компании microsoft опережают индекс s&p 500 то есть это компания развивается лучше чем индекс s&p 500 в среднем гугл компания алфабет инкорпорейтед класс эй это компания гугл ну то же самое она развивается несколько лучше чем индекс s&p 500 интел корпорейшен интел корпорейшен это компания которая производит процессоры для большинства компьютеров но лучше всего ценится процессоры именно компаний intel но в частности вот у меня например на моем ноутбуке написано intel intel core i7 вот так 8 так сказать генерация то есть я пользуюсь продукции компании intel и ну в общем считается что это самый лучший процессор и вот ну никуда не денешься вот ну по сравнению с индексом s&p 500 примерно соответствует динамика apple но apple все знают что такое apple 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 это это iphone и это айпады apple это различные другие устройства наушники ну целая гамма и потрясающие они заточены под потребителя и компания apple ну она просто огромна но для сравнения скажем капитализация компания apple превосходит капитализацию всей россии вместе взятой то всего нашего фондового рынка ну так вот между прочим вот ну и boeing посмотрите на а динамику акции компании boeing они не так сильно и упали вот так в течение трех лет если акции не упадут ниже чем 30 процентов вернее в течение трех лет мы получаем гарантированно доход если акции не вырастут выше чем барьер отзыва то есть даже если они упадут но барьер отзыва каждый раз понижается понижается в евро на два с половиной процента в долларах на два процента он понижается то есть если все все четыре там пять этих компаний находится ниже чем барьер отзыва который вот постоянно вот так то мы продолжаем получать свою высокую доходность если это условие не соблюдается то есть все акции но выше чем барьер отзыва но и прекрасно значит кризис закончился и мы получаем все наши денежки назад вместе с очередным купоном вот но здесь примерные сценарии примерные сценарии но гирот пуд погашение помню то есть смотрите если все акции грохнулись то мы все равно получаем купон но в течение трех лет но спустя вот три года после запуска этого продукта что у нас получается а у нас получается следующее то есть если правда все акции находятся выше чем защитный барьер но в случае с евро там они либо сказать отзовутся либо ниже будут то здесь только два варианта потому что два с половиной процентов 10 процентов в год то есть барьер отзыва будет равен барьеру защитному вот и гирот пуд что такое гирот пуд это постепенное снижение то есть вы получаете акции худшей компании но не по первоначальной цене а за базу принимается вот это вот 70 процентов от первоначальной цены и это но снижается как-то но линейным образом что такое гирот пуд я рассказывал сейчас не буду распространяться вот примерная стоимость этих акций здесь если кто-то захочет я скину в личку пишите я скину вам эту презентацию ну а на самом деле все просто вот для тех кто уже закончил биржу для чайников для тех кто как-то вот зарегистрировался у меня у вас есть у всех мой email вы можете мне прямо на email написать что я хочу или просто обратиться к своему личному менеджеру в открытии брокер это но то только в открытии брокер что у других брокеров я не знаю но обратиться к личному брокеру он вам на форуме повторяю минимальный порог входа 10 тысяч долларов и требуется квалифицированный инвестор если у вас нет статуса квалифицированного инвестора то но это номер один номер два номер три они от 250 тысяч рублей там же у брокера открытие и и есть еще ноты у других брокеров в частности больше всего нот предлагает брокер бкс и буквально в следующем видео я уже расскажу о ноте которые предлагает там вообще тоже фантастиш для обычных инвесторов от 300 тысяч рублей там огромный набор всяческих вкуснятин поэтому оставайтесь на моем канале ждите следующее видео и не унывайте кризис даже если и будет он не навсегда денежки свои мы сохраним и получим доход на сегодня все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк и до встречи с вами был демитков юрий